Добрый вечер всем! С вами Лена Сухови и Елена Гитлевич. И сегодня мы хотим с вами поговорить о том, о всех наших праздниках, о том, сколько радости у нас, предвкушения перед Новым годом, и сколько этой радости испаряется по мере того, как мы приближаемся к праздникам, а также во время праздника. И сегодня с вами Елена Гитлевич, которая будет вести этот вебинар. Елена Сухови. Так, кого-то нам нужно мьют. Наташу, по-моему. Наташу, да. Здравствуйте, меня зовут Лена Гитлевич, я живу в Америке, но родилась в Москве. Для тех, кто не знаком со мной. И, в принципе, я уже фасилитатор Access Consciousness довольно давно, уже около шести лет. Сегодня у нас будет вебинар, используя Access Consciousness инструменты, которые помогают нам жить. Насколько я понимаю, все знакомы здесь, я имею в виду с инструментами, но мы всё равно обновим, как бы, наше знакомство. Сегодня я буду использовать такие, как, во-первых, легко и тяжело, то, что называется, всё, что правда, это легко на душе, а то, что неправда, то будет сжимать, тяжело. То каждый человек по-разному это ощущает. Это ваш семинар сегодня. Так что вы можете задавать любые вопросы. Наташа до сих пор не слышит. Я занимаюсь этим. Ты занимаешься? Окей, замечательно. Но на самом деле всё равно записывается, так что, Наташа, не волнуйтесь, вы всё равно сможете послушать. Спроси у Наташи, может быть, у неё стоит компьютер. Всё в порядке. Всё в порядке? Замечательно. Всё в порядке. Спасибо. Так что мы поговорим сегодня о праздниках. Потому что во время праздников очень интересно. В принципе, должны радоваться. То есть это как бы обязательство радоваться, так как это праздники. Должны радоваться быть с семьёй, с родственниками, с друзьями. Но как часто это вызывает какие-то неприятные ощущения. С кем-то из родственников у нас может быть какие-то столкновения, какие-то незавязки, какие-то развязки. Или кто-то кого-то обидел, кто-то кого-то сказал что-то, что нам неприятно. Или даже во время самого праздника, вот такого как Рождество или Новый год или Ханука, всё поднимается наверх. Все воспоминания, начиная с детства. Я не знаю, как у вас, но у меня это точно. Кто мне что-то сказал, кто-то что-то не сказал. Кто-то обидел, кто-то не обидел. Вот сегодня как раз у меня один из родственников на очкостью здесь есть. Так что мы сегодня поговорим о том, как избавляться от этого, как избавляться от вот этих неприятных ощущений. Как нам жить легче, с радостью, с лёгкостью, несмотря на любые, скажем так, выходки наших родственников, друзей, знакомых и незнакомых. Как я сказала в начале, то, что хорошо, то легко, то для нас будет всегда в теле, как бы растворять нас, мы будем легко чувствовать. Давайте вот проэкспериментируем сейчас. Закройте глазки и вспомните, когда вы были на природе, около моря, в горах, в лесу. Как ваше тело чувствует? Легко, правильно? Всегда хорошо, никто не мешает, никому ничего не мешаем. Всё только готово нам дать радость, правильно? А теперь давайте закроем глазки и вспомним, когда нам кто-то наврал. Ну, последний момент, не обязательно даже давно. И не обязательно, что это недавно, это может быть 10 лет тому назад. Но вот какой-то вот эпизод, когда вы знали, что вас обманывают, когда вы знали, что вот что-то не так. Как вас это чувствует? У нас там разговор, по-моему. Я не могу отключить. Сейчас я отключу. Не Нелла Давидович. Да. Нелла, ты можешь себя мьют? Так что мы чего-то с нашего конца не можем. Всё, замечательно. Нет, не получилось, опять возвращается. Окей. Так, было тяжело, правильно? Для того, чтобы избавиться от этой тяжести, мы будем использовать то, что называется очищающее выражение, которое как волшебная палочка. она снимает эту тяжесть, снимает все эти ограничения, снимает все наши заморочки, которые нам мешают. Причём очень интересно, это очищающее выражение не может стереть то, что истинно. Если оно уже легко, оно не сможет превратиться в более лёгкое. Мы только снимаем враньё. Мы снимаем ложь. Оно звучит Right and wrong, good and bad, pack and pat, all nine shorts, boys and girls. Оно не переводится на русский язык, оно не переводится на многие другие языки. На некоторые переводятся. Я могу только объяснить, что оно означает. Это хорошо и плохо. Правильно или неправильно. Но мы это очищаем. Pack is point of creation. А это точка создания того, что нам мешает. Pack is point of destruction. Это точка разрушения. Для того, чтобы создать что-то, мы обычно что-то разрушаем. И что мы разрушаем? Ну, естественно, себя. Первое, кого мы любим разрушать, есть и убивать, это себя. Мы же такие умненькие, мы такие хорошенькие, что нам приятно разрушить себя и никогда не причинить вред другому, во всяком случае, сознательно. Поэтому большинство, что мы делаем, это бессознательно или противосознательно, как мы говорим. И праздники не являются исключением. Я хочу послушать, может быть, у кого-то есть вопросы по поводу праздников, что-то, что они хотят почистить. И вы можете себя открыть в ваш микрофончик. Включить ваш микрофончик. Это включается в левом углу экрана. У вас будет микрофончик и видео, то вы можете включить как микрофончик, так и видео. Будет вообще замечательно. И если вы готовы задать вопрос, то задавайте, пожалуйста. Инночка, у тебя есть вопросы тоже? Да, да, да. И Инна... Инночка, мы вас не слышим. Такое ощущение, что на двух аппаратах существует. Можно я задам? Можно. Инночка. Я слушаю. У меня вот в празднике обычно бывает, ну да, все собираются, все так весело, хорошо. Завис микрофон, не слышу. Счастье хочется побыть в одиночестве, да. Что вот это происходит? One, two, three. Не слышно ничего. Сейчас, две секунды. Давайте все расширимся. Это приятно, слишком много, чем открывает. Да, побыть в одиночестве хочется. Да. Что вот это именно вот побыть в одиночестве? Сколько... Все, что не позволяет знать об этом, ты готова разрушить и рассоздать? Ну я думаю, да. Right, wrong, good, bad, 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 all nine shorts, boys and the ends. Что тебе мешает радоваться в празднике вместо того, чтобы быть одной? алё алё по моему мы потеряли люду . а может быть я да вот сейчас когда видео ушло сейчас слышно видимо с видео не позволяет аудио идти слишком медленный интернет . так что мешает окей все проекции ожидания разделения суждения отрицания о себе в отношении себя того кем и чем вы являетесь и в отношении праздника в отношении всего вокруг вы готовы разрушить и рассоздать как отношения с родственниками хорошие плохие средние ну я бы сказала средние хорошие негативных нет сколько проект у тебя есть по поводу того какие отношения должны быть как родственники должны относиться друг другу на празднике ты готова это все рассоздать уничтожить я бы сказала вот про 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 родственников откуда я приезжаю допустим насколько мы вот и принять да 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 так вот сколько ты пикапы сколько ты набираешься от них их эмоций их проекций все это ты готова вернуть назад и рассоздать уничтожить есть очень интересный инструмент который я недавно открыла для себя он такой новый новый кому это принадлежит каждый раз открывает по новому потому что этот момент он действительно всегда обновляет человека поэтому я говорю о новый особенно если начинаешь им пользоваться что это означает мы все телепатим очень сильно мы набираемся энергии чужих людей вот даже вспомните момент когда вы зашли в комнату и там радовались люди действительно был праздник вам страна сразу становится хорошо приятно весело или когда вы заходите в комнату где все вот такие все депрессии все злые что происходит с вашим настроением идет вниз правильно и этом мы даже не задумываемся о том что мы что это не наше что мы пришли абсолютно нейтральные может быть может быть даже счастливые и тут же набрались чужих эмоций чужих настроений чужих мыслей зачем нам это все нужно на самом деле это не зачем нам нужно потому что когда мы начинаем задавать зачем или почему мы это держимся за это просто это так есть и вместо того чтобы задаваться как только что-то не так как только стало тяжело просто задать вопрос а кому это принадлежит если стало легче отправить обратно если оно вернулось или не ушло сразу два таких слова вот эти вот pack and pad причем они по-английски point of creation point of destruction то есть точка разрушения и точка создания просто запомните pack и pad или просто что лена сказала и разрушите все что вы купили у других причем очень интересно если вы даже скажете то что лена говорит она тоже сработает очень интересно дейн когда пару дней тому назад делал семинар он сказал очень интересную вещь иногда что происходит мы задаем этот вопрос кому это принадлежит но ночью то не уходит можно задать это несколько раз три раза он говорит задать сразу кому это принадлежит кому это принадлежит кому это принадлежит и посмотрите как быстро это улетучится все что не позволяет вам отпустить чужие эмоции чужие настроения чужие мысли и чужую энергию вы готовы это разрушить и рассоздать да я дрону 5 пак патал 9 шурс по 8 беонс Люда как ты там? алло? да, легче вот когда три раза кому-то легче замечательно легче мне легче сейчас мы сделаем одно упражнение которое тоже поможет не набираться эмоций это расширение кстати вы его можете просто себе скачать с моей странички creatingabundancewithis.com Люночка, себе нетрудно напечатать это в чате там просто идет это как медитация своего рода и вы можете вот это упражнение которое мы сегодня сделаем просто делать сами или же под единственное что оно по-английски но это не имеет значения кстати язык когда вы слышите на чужом языке оно чистит лучше особенно если вы не понимаете это сознательно у меня был очень интересный момент когда я была в Италии и шел перевод на итальянский Киас переводила не синхронно как сейчас большинство переводов идет а последовательно и что было очень интересно то есть я чувствовал как энергия так фух облегчается когда либо Дэйн либо Герри говорят но когда Киас говорила по-итальянски когда я ни слова не понимала у меня облегчение было в десять раз больше потому что мы работаем не с сознательным мышлением а с подсознанием с тем участком мозга который недоступен нашим мыслям как таковым это чисто энергетический такой энергетическая субстанция которая держит в себе вот все заморочки которые нам мешают поэтому закройте глазки сейчас и посмотрите где ваше сознание оно в теле оно вне тела и если оно вне тела то зайдите как бы повнутрь своего тела и расширитесь больше чем ваше тело является и попробуйте дотронуться до стен комнаты в которой вы находитесь своим сознанием не руками руки у нас не дотягиваются немножко хотя энергетические руки дотянутся опустите все свои барьеры и продолжайте расширяться на один километр на пять километров на десять километров причем во все стороны как шарик энергетический на сто километров на тысячу километров на тысячу километров причем вверх вниз в стороны спереди сзади и продолжайте расширяться тысячу 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 километров тридцать тысяч сорок тысяч сделайте себя как такой же большой как вся земля постарайтесь прислушаться что вы чувствуете чувствуете ли вы людей чувствуете ли вы животных вокруг какие звуки какие запахи вас окружают и продолжайте расширяться во вселенную еще больше еще больше еще больше миллионы километров вы все еще там вы все еще здесь вы все еще присутствуете во всех точках вселенной теперь без того чтобы сжаться просто принесите свое как бы сознание свое внимание во внутрь тела посмотрите на свои органы посмотрите на каждую клеточку на каждую молекулу и посмотрите что вы можете поменять в своем теле чтобы оно было более здоровым это может выглядеть как искорка света это может быть как какой-то цвет красный синий желтый белый неважно может быть запах может быть какой-то образ расширьте вот это до всей вселенной и больше до бесконечности сделайте это еще раз опять зайдите в свое тело и опять найдите ту точку которая готова измениться поменяться оздоровиться стать счастливой радостной и опять расширьте эту радость это счастье до предела всей вселенной и за пределами ее до бесконечности и когда вы готовы можете вернуться к нам только сознательно не сжимаясь в свое тело потому что на самом деле мы являемся вот тем бесконечным явлением бесконечной сущностью который существует во всех мирах во всех измерениях везде так как вы думаете мы не берем от других людей все подряд но на самом деле это выбор вы можете выбирать что вы возьмете а что нет это не обязательно будет дискриминация это не обязательно будет осуждение просто вы берете то что работает для вас а что не работает и все что мешает вам выбирать то что работает для вас а не для кого-то все что не дает вам выбирать для себя и не против кого-то вы готовы это рассоздать и уничтожить да да как вы там и как все на зуме поставьте пожалуйста плюсики в чат у кого все хорошо и у кого чувствуется расширение что что а у кого все классно классно да легче становится и осознание такое прям интересно я что-то раньше не задумывалась смотреть на самом деле я просто воспринимаю чужие эмоции абсолютно верно то есть большинство того когда наше нормальное состояние это состояние радости счастья и вот этого расширенного абсолютно безграничного состояния и пространства все что необходимо сделать может быть когда вот такое начинается когда вот такие всплески что хочется остаться одной чтобы не трогали насколько вот это состояние как бы защитная реакция от всех эмоций мыслей чужих людей и оно на самом деле так и есть поэтому все что у вас есть любые окей по-английски существует очищающее выражение еще одно я его скажу по-английски потом объясню опять таки оно не переводится это how many jails are you using to create и вы выбираете то что вы хотите значит jails это judgment, agendas, inventions, and lies то есть это осуждение это наша проекция agendas это как бы повестки дня суждение и jails и lies то есть ложь то есть мы создаем вот эти как бы заморочки чтобы создать опять таки equals mc square это энштейновская формула для энергии энергия равна массе умноженная на скорости света в квадрате здесь идет зло равно посредственности умноженное на коррупцию в квадрате но самое интересное что даже переведя каждое слово оно не чистит так как по-английски потому что слова имеют вибрационные частоты поэтому переводила в принципе я еще пару переводчиков и все согласились что оно по-русски на сегодняшний день не работает к сожалению поэтому я буду использовать это по-английски не задумывайтесь о том что оно означает просто скажите да или нет если вы хотите от этого избавиться то сколько джейлс вы используете чтобы создать и equals mc squared с праздниками с проекциями на праздники с осуждениями праздников с решениями вычислениями выводами решениями которые как праздники должны быть как праздники не должны быть вы готовы это рассоздать и уничтожить все это все что мешает вам радоваться праздникам вы готовы это рассоздать и уничтожить какие еще вопросы по поводу праздников что вы хотите еще почистить чтобы праздники действительно были радостным событием а не чего то чего нужно бояться потому что это я слышала что некоторые просто боятся праздников у меня например очень много людей из-за того что я очень много путешествую очень много людей хотят меня видеть и потом они начинают меня физически ментально и всеми возможными путями приглашать к себе вплоть до манипуляции что вот без тебя вообще никак и для меня я я очень люблю на новый год быть одна ну да не заморачиваешься всеми эмоциями чувствами чужих людей вот и помимо этого также не слушая не покупая все истории которые прошли с ними произошли с ними за весь год как как все плохо как все хорошо и что что в жизни происходит я готовлю себе то что мне нравится то что я хочу я создаю себе атмосферу которую я хочу которая мне доставляет удовольствие и каждый раз эти люди приглашая меня к себе создают во мне чувство вины что вау ну люди же стараются приглашаются заботятся обо мне а я я же не могу разорваться и красиво и умно окей а первое чувство вины у нас очень много чувств которые то что называется импланты так вот чувство вины одно из них это программы которые импланты это программы которые сидят у нас ну тысячелетиями может быть может быть пять минут неважно сколько они сидят которые отвлекают нас от жизни отвлекают нас от нас самих то есть это чувство вины это злость это чувство стыда то есть вот эти вот все чувства они как бы заставляют нас сжаться вместо того чтобы быть вот этими расширенными большими и чувствовать себя радостными всегда каждую секунду поэтому все чувства вины все импланты English Emblem and Gild все вот эти вот я по-английски скажу потому что это оно работает немножко сильнее во всяком случае энергетически все импланты которые ты держишь которые в тебя вложили которые ты сама создала и все что держит их потому что там целая энергетическая структура мы это на основах разбираем ты готова рассоздать уничтожить да пожалуйста Right wrong with bad back pat all nine short boys and the ants как многое ты чувствуешь вины ты чувствуешь от других людей которые как бы не могут тебе дать того что они бы хотели и не могут забрать у тебя то что они хотели да вот это как раз больше все это ты готова разрушить и рассоздать и вернуть назад да пожалуйста Right wrong with bad back pat all nine short boys and the ants давайте я спрошу ты пытаешься быть честной с ними и говорить только правду нет окей это уже хорошо потому что в принципе идея того чтобы сказать людям то что они могут услышать все что не позволяет тебе это сделать ты готова разрушить и рассоздать да Right wrong with bad back pat all nine short boys and the ants что если ты им скажешь что да я бы очень хотела но ты знаешь в этот раз и придумать экскьюз то что они придумают то что они примут неважно это так или не так все что не просто а после после такого эксклюза они почему то звонят снова и снова приглашают и снова спрашивают а у тебя ничего не поменялось и возможно ты все таки еще придешь да но это это знакомо у меня сейчас как раз то же самое энергетически сколько барьеров ты поставила к этому миллиарды ты готова их бросить уничтожить рассоздать чтобы быть полностью уязвимая для всего что происходит вокруг тебя неважно что это есть ага все это ты готова рассуждать уничтожить да когда происходит это чувство вины насколько ты сжимаешься и забираешь свою энергию из их вселенной много да а что если ты пошлешь им поток энергии но новый инструмент эксесса да который ты не знала который в основе на странице по моему 50 да который ты уже проводила эти классы да это очень новый инструмент все что не позволяет тебе использовать потоки энергии для того чтобы создать благость себе благость другим ты готова это рассоздать уничтожить да пожалуйста давайте сделаем маленький эксперимент значит это называется потоки энергии подумайте о всех людях которые вот как вампиры у вас в жизни которые тянут из вас энергию которые хотят чтобы вы были всегда с ними которые рассказывают вам такие трагические истории чтобы вы их пожалели вот представьте себя перед собой возьмите энергию да обязательно опустите все барьеры возьмите поток энергии вселенной вот вы так расширились сейчас вот со всей вселенной вот так как вы расширились возьмите этот поток энергии и как водопад или как большая река чтобы эта река протекла через ваше сердце через ваше все всю эту сущность безграничную пропустите это через себя и отправьте вот этим всем людям вот эту любовь вот это что неважно любите вы их или ненавидите их отправьте этот поток им и продолжайте чтобы этот поток лился вот той рекой которой вы хотите чтобы она лилась для всех этих людей в эти праздники не волнуйтесь это от вас не убывает это наоборот добавляет вам энергию и добавляет им и вот когда вы полностью очиститесь и послали этот поток туда позвольте маленьким струечкам вернуться к вам все что не позволяет вам пользоваться этими потоками для себя для своих близких для чужих людей которые нуждаются в энергии вселенной вы готовы разрушить и рассуждать? да, пожалуйста везде где вы решили что эти люди может быть сделали вам что-то неприятное что-то плохое где вы считаете себя правым их неправыми пошлите и туда энергию везде всех кого вы не любите кого вы кто вас обидел опять пошлите им энергию тоже больше 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 не жалите энергию вселенной она бесконечна как вы себя чувствуете после этого? как вы себя чувствуете после этого? как ты себя чувствуешь после этого? Замечательно. Наполнение энергией, расширение и просто супер. И никакого чувства вины. Замечательно. Все, что не позволяет тебе делать, то, что работает для тебя, что делает тебя счастливой, что делает твою жизнь легкой, радостной, со всем изобилием, со всем великолепием, которое ты можешь себе представить, которое ты даже не можешь себе представить, которое за пределами этой реальности. Все, что мешает этому, ты готова рассоздать, уничтожить. А что еще возможно, как, может быть, еще лучше? Да. Благодарю. Благодарю. А у кого еще какие вопросы? О, от Люды тоже волшебное состояние. Людмила написала «благодарю, волшебное состояние». Да. Потому что, когда мы посылаем людям энергию, что происходит? Окей, давайте поговорим немножко об энергетическом воздействии. Когда мы встречаем людей-вампиров, людей, которые тянут из нас энергию, наша первая реакция — это защититься. Не дать эту энергию. «Моя энергия! Никому не дам!» На самом деле, когда мы безграничное существо, у нас энергии безграничное количество. Кстати, то же самое безграничное количество возможностей получения этой энергии. Мы сейчас дали энергию людям. Но то же самое относится к людям, которые нас давят. То есть мы первые говорим о вампирах, когда мы приходим к людям, и мы чувствуем, что из нас вся энергия ушла. Чаще всего это связано с тем, что они действительно тянут из нас энергию. Но когда мы защищаемся, мы становимся в рамке очень сжатое и очень маленькое пространство. Из этого пространства, когда вытягивают энергию, вытягивают энергию — всё, там ничего не осталось. Барьеры не дают возможности энергии Вселенной зайти, чтобы пополнить. Поэтому вот это упражнение, которое мы сделали сейчас, когда мы полностью открываем все барьеры, не защищаемся от этих вампиров, а наоборот, даём им эту энергию, мы пополняемся, они пополняются, и при этом ни от кого не убывает количество энергии, потому что количество энергии абсолютно безграничное. Второй вариант. Нас давят. На нас направляют поток либо зла, поток осуждений. То есть любое, что нас давит, что вот мы чувствуем, что нам надо сжаться, опять-таки обратное упражнение можно сделать. подумайте о людях, которые вот вы не любите, потому что они вечно злые с вами, вечно пытаются доказать свою правоту, а вы пытаетесь доказать свою правоту. вы готовы? Вы готовы? Всё, что мешает вам отпустить это и пополниться энергией, вы готовы разрушить и рассоздать? Да, пожалуйста. Right and wrong, good and bad, pack and pat, all nine shorts, boys and bands. Теперь вот поставьте этих людей перед собой опять. Опять сбросьте свои барьеры, расширьтесь, потому что на самом деле, когда вы расширены, вы становитесь как воздух. Если даже нож кидают в вас, она не может вас уязвить, то есть вы не уязвимы практически в этом состоянии. Нож просто проходит через воздух мимо. Я имею в виду осуждение, я имею в виду гнев, я имею в виду любые эмоции, которые против вас направлены, или негативной энергии, как вы называете. Значит, опустите все свои барьеры, опять расширьтесь. И теперь поток энергии. Вот вы видите этих людей. За спиной этих людей возьмите поток энергии. Опять-таки это Вселенная, безграничная, которая имеет абсолютно безграничное количество энергии. И пропустите это через них, через их сердце. Это всё чисто визуально. Или же просто вы знаете, что это так есть. Пропустите эту энергию через них и через себя. Не бойтесь, это не негативная энергия. Просто попробуйте. Если что-то будет негативное, мы это почистим, не волнуйтесь. Поэтому пропустите это через себя и выпустите это сзади себя. Вот так же, как вот река, вы брали сзади себя и посылали людям, точно так же сейчас возьмите сзади этих людей, пропустите через них, через себя и назад. Больше, не бойтесь, больше, 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 больше. Ещё больше. А теперь позвольте маленьким таким струечкам вернуться к ним. Опять-таки, не ваша энергия, Вселенная. Как вы себя чувствуете после этого? Больше энергии, меньше, да? Больше, больше энергии, больше наполненности. Да. И, наверное, все, кто чувствует больше энергии, больше наполненности, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, если вы участвовали эту практику. Всё, что не позволяет вам пользоваться энергией Вселенной, чтобы манипулировать Вселенную, манипулировать энергию вокруг себя на ваше благо, вы готовы это разрушить и рассуждать? Да, пожалуйста. Right and wrong, good and bad, back and bad, all nine short, boys and beyond. Замечательно. Какие-то вопросы по этому? Да не только по этому, любые вопросы. Анна говорит, спасибо за меня и за дочь. Плюсики за меня и за дочь. Замечательно. А дочь с вами или же... А что-то было с дочкой. Рядышком. Да, да, да. Рядышком? Замечательно. Замечательно. Да, когда это делаешь с близкими, отношения меняются. Я знаю, что вот с моей мамой и с моей дочкой у меня отношения сблизились благодаря вот этим инструментам. Я не говорю только инструментам, вот энергии, потокам энергии, но все. Телесными процессами, с барами. То есть все инструменты, они как-то сблизили. Был очень интересный момент. Вчера мама плохо себя чувствовала. И дочка и я поехали к ней. И делали... Дочка делала бары, а я делала телесный процесс. То есть даже одно наше присутствие уже подняло ее настроение. Но при этом вот эта энергия, которая перемешивалась наша, она изменила полностью состояние мамы. Все, что вам мешает сделать контрибуцию, вклад для себя, для других людей, в праздники или не праздники, вы готовы рассоздать и уничтожить? Да, пожалуйста. Что еще? Есть ли у кого-то еще вопросики? Или я у вас всех так включила такие вихри, что уже нет вопросов? Похоже, что да. Похоже, что немножко так все такие спокойные и расширенные, что я даже не могу почувствовать достаточно блоков, чтобы чистить дальше. Как это замечательно. А что еще мы можем создать за 50 минут? У нас осталось сколько? 10? Да, 10 минут. Мы можем закончить немножко раньше, немножко позже, это не имеет значения. Просто хочу сказать, что я сейчас настолько радуюсь, что я еду в Израиль с трехдневным классом телесных процессов и потом будет в Америке, в Америке будет несколько классов. Супер. Да. Мы еще увидимся скоро. Еще лучше, да? Да. Все, что мешает вам радоваться жизни в эти праздники, вы готовы рассоздать и уничтожить? Да, пожалуйста. Все, что нам мешает, все, что нас удерживает, чтобы в эти праздники быть собой и не уменьшать себя не для кого, все это тоже уничтожить и разрушить, что принадлежит вам, отправить назад этот правитель. Да. Как он подшел нас поищать, чем бионс. И все, что все джейлс, которые мешают вам, которые создают Dominance и Equals MC Squared с праздниками, с родными, с близкими, с чужими людьми, все, что мешает вам сделать праздники радостными, веселыми, легкими, вы готовы рассоздать и уничтожить? Да, пожалуйста. И подготовку к праздникам тоже, все, что мешает. А подготовки к праздникам? О, Анечка, что означает для вас подготавливаться к праздникам? Это суета, беготня, что-то делать нужно. Окей, вы готовы это разрушить, рассоздать? Да. Что для вас означают праздники? Ну, праздники – это веселье, это расслабление, это компания веселая, ну, что такое радостное. Хорошо, все это вы готовы рассоздать, уничтожить? Да. Потому что мы разрушаем не только негативное, но и позитивное суждение, потому что очень часто позитивное и негативное, оно держит точно так же, как и… то есть позитивное держит, как и негативное, в одном месте. Это как полюс, вот эта… Поляна. Единственность. Поэтому, что означает… Какие суждения у вас о подготовке к праздникам? Ой, что-то так тяжело, что-то так хрустно. А это ваше? Да. Это негативное. Это всё. Вы готовы это отпустить, обратно разрушить и рассоздать? Да. Какие суждения у вас в отношении себя по отношению к подготовке к праздникам? Ой, я такая ленивая, ничего делать не хочу, ничего не делать. А ну-ка скажите несколько раз, а я такая ленивая. Я такая ленивая, такая ленивая, такая ленивая. Все вот эти… Это называется шики импланты, это вот эти импланты, все шики импланты, всё, что держит это, вы готовы это рассоздать и уничтожить? Райд Ронгут, бед Пакпатл, мэншурс, пузьмец. Какие ещё осуждения себя в отношении подготовки к праздникам? Что я ничего не успею, что я опять в последний момент всё делаю. Всё это готовы рассоздать, уничтожить? Да. Райд Ронгут, бед Пакпатл, мэншурс, пузьмец. На самом деле, я не собиралась об этом говорить, но похоже, что надо. Люди делятся на две категории. Как мы называем, люди-человеки и люди-гуманоиды. Люди-человеки все очень организованы, очень всё делают пунктуально, вовремя и одинаково, скажем так. Идут вот по жизни, осуждая других. люди-гуманоиды, они наоборот, они вечно всё ищут, вечно им всё не так, всё им нужно сделать как бы в новое, которое они никогда не делали. и при этом они настолько имеют вот этот потенциал, который они скрывают, что они ждут до последней секунды, чтобы сделать всё то, что они, в принципе, могли делать неделю, но они знают, что они могут сделать это за час. и вот оставляют это на последний час, чтобы доказать, какой у них потенциал. Да, да, да. То есть это на самом деле не неправильность, это не то, что неправильное с вами, это нормальное состояние гуманоида. Когда вы это знаете, это опять-таки часть основ, когда вы это знаете, вы можете уже выбирать, оставлять это напоследок или же делать это вот в тот момент, когда вам нужно, и опять-таки сделать это за тот же час. Всё, что не позволяет вам знать, что вы гуманоид, всё, что не позволяет вам знать, что вы можете это сделать, и что настолько сильный у вас потенциал и сила, и возможности. Вы готовы это разрушить и уничтожить? Да. Right, wrong with a pack, but all nine shorts, boys and beyonds. Я вижу еще и хлопоты по поводу уборки после гостей в празднике. Не слишком приятно. Вы готовы это разрушить и уничтожить? Да. Right, wrong with a pack, but all nine shorts, boys and beyonds. Мы сейчас вернемся к этому через 2 секунды. Я хочу вот это вот... Сколько осуждений у вас по поводу того, что вы на самом деле просто являетесь собой? О, есть. Ты готовы это рассоздать и уничтожить? Да. Right, wrong with a pack, but all nine shorts, boys and beyonds. Все, что не позволяет вам быть самой собой, неважно от обстоятельств, неважно от того, кто вокруг, где, когда, почему и зачем, мы готовы это разрушить и рассоздать? Да. Да, пожалуйста. Right, wrong with a pack, but all nine shorts, boys and beyonds. По поводу хлопоты, по поводу уборки после гостей в праздник. Леночка, можно тебя немножечко прервать? Да. По поводу Анны. Да. Аничка, а когда вы решили, что вам нужно отдохнуть перед Новым годом, и вы не создали себе 15-20 проектов, из-за чего вы пытаетесь испытывать свой потенциал, откладывая все до последнего момента? Вместо того, если бы вы выбрали 15-20 проектов, у вас бы не было времени думать о том, что вы откладываете это на последний момент, и вы тогда бы все создавали, создавали и создавали. Все это, из-за чего вы решили отдохнуть? Да. Все это вы готовы разрушить и рассоздать? Да. А теперь можешь вернуться к лопатам. Да. Анечка, я думала, что это от вас вопрос. Анечка, как вы сейчас? Я ощущаю себя гуманоидом. Я, конечно, говорю, да, конечно, я в последний момент собираюсь, я все равно выбираю, что я собираюсь в последний момент и делаю все в последний момент. Ну, конечно. Но вы готовы отпустить все суждения, которые существуют по этому поводу? Да. Райд Ронгут, Дэд Паттл, Найн Шорс, Пойзанян. Спасибо. Да, спасибо. Окей. Людочка, насчет уборки неприятно. Что означает послепраздничная уборка? Очень много. Уборок посуды, которые надо снести, помыть, убрать. Окей. Насколько много вы набираетесь, то энергии после гостей, которые тоже нужно сбросить? О, да. Вы готовы все вот эти проекции, ожидания, разделения, суждения и отрицания о том, как будет после праздников, какие уборки будут, какая энергия будет? Вы готовы это отпустить, рассоздать и отправить обратно? Да. Райд Ронгут, Дэд Паттл, Найн Шорс, Пойзанян. На самом деле, наши точки зрения создают нашу реальность. Насколько ваши точки зрения и проекция по поводу уборки создают вот те хлопоты, которые действительно происходят, а если бы вы их не выбрали, эти точки зрения, то, может быть, была бы уборка с легкостью, радостью и великолепием. Да. Готовы это рассоздать, уничтожить? Да, готовы. Райд Ронгут, Дэд Паттл, Найн Шорс, Пойзанян. У меня почему-то вот еще тоже всплывает сейчас точка зрения, что почему ты... я именно должна это сделать, я должна все убрать. А ну-ка давай, скажи это несколько раз. Я должна. Я должна это все сделать, да, я должна это убрать, я должна это убрать. Все вот эти импланты, шеки импланты, ты готова это разрушить и рассоздать? Да. Райд Ронгут, Дэд Паттл, Найн Шорс, Пойзанян. Кому это принадлежит, кстати? Твое или чье-то? Ну, это какие-то вот ожидания от меня, что ли. Так вот чьи это ожидания, ты знаешь? Кто в твоей жизни это делал? На кого ты похожа или же... Кто на тебя это проектирует? Мама. Окей. Мама это делает или мама это проектирует? Мама проектирует. Проектирует. Окей. Ты готова это отправить обратно? Дестроен анклей, да? Да. Райд Ронгут, Дэд Паттл, Найн Шорс, Пойзанян. Ой, легче, да. Сколько тебе было, когда мама начала проектировать на тебя это? Ну, что-то приходит 5-6. Да. Вот эта 5-6-летняя, она на себя взяла вот эти проекции. Это были ее проекции или проекции на маму, которую ты забрала? Все это ты готова отпустить, рассоздать, уничтожить? Да. Райд Ронгут, Дэд Паттл, Найн Шорс, Пойзанян. Обычно в 5 лет тогда возникает вот этот персонаж или персональность, которую мы держим в себе. Ты готова отпустить 5-летнюю, которая вот набрала сколько импланов? Окей. Райд Ронгут, Дэд Паттл, Найн Шорс, Пойзанян. Как всегда? Ясно, стрём такая, прям класс. Благодарю. Благодарю. И, кстати, когда я работаю с одним человеком, это обычно энергия большинства группы. Не обязательно каждого человека, но большинства группы. Поэтому вот я вижу камеры. Мне тоже легче. На самом деле оно так и есть. То есть, когда мы работаем с индивидуальными, я работаю со всей группой. Всё, что не позволяет вам отпустить, все ваши блоки, ограничения и всё, что вам мешает быть самим собой, праздники или не праздники, и иметь жизнь с лёгкостью, радостью, великолепием, вы готовы отпустить, рассоздать, уничтожить? Да. Ретро, мы будем работать под Оллайн Шорс, Бойз, Амбиянс. По-моему, мы уже готовы. Что-что? Благодарю, Лен. Благодарю. Спасибо большое за присутствие на вебинаре. Если какие-то вопросы, вы можете мне на Фейсбуке либо написать частным образом, либо через страничку Creating Abundance with Ease, тоже на Фейсбуке. Этот вебинар будет на Ютьюбе, на моём канале опять, который называется Creating Abundance with Ease, создание изобилия с лёгкостью в переводе, но он написан по-английски, и он в чате есть. Да, я отправляла. Да, на всякий случай напиши ещё раз. И, в принципе, все мои классы по Access Consciousness, они на моей страничке healangetlejewicz.accessconsciousness.com И она тоже приезжает с классами в Россию, Украину. Делаешь классы, по-моему, следующий класс будет в Сочи. Так что, опять-таки, на страничке Access Consciousness. Да, и запись... Всю информацию можно найти. Да, кстати, если вы хотите запись, запись я отправляю обычно по имейлу, но имейлы не нужны. Они идут через мою страничку Access. Так что, если кто-то не зарегистрирован на Access-страничке, на этот вебинар, пожалуйста, у вас ещё есть время сегодня зарегистрироваться. Если не получится, отправьте мне, опять-таки, персональное сообщение с вашим имейлом и вашим именем, если телефон на всякий случай. Но я обычно не звоню, так что это... Единственное, что для чего телефон... Я создаю иногда группы на WhatsApp. И если у вас есть аккаунт на WhatsApp, то там идут сообщения в этих группах, особенно если это группа по классам и так далее. И если вы ещё подпишетесь, допустим, на YouTube канал, то вы будете получать все сообщения, когда там получают новые видео. Супер. А что ещё возможно? Как может быть ещё... Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Мы вас всех благодарим за ваше участие и надеемся на скорую встречу. Если вы хотите создать какие-то вебинарчики, вы можете прислать нам какие-то темы, и мы обязательно обсудим эти темы и создадим новые вебинарчики, потому что, я думаю, после Нового года вам всем захочется что-то проработать, особенно отношения с родными и близкими. И все эти проекции, все эти ожидания, что они действительно готовы разрушить и рассоздать. Я провожу вебинары на английском и на русском. Очень часто эти вебинары переводятся на русский, на все остальные языки, иногда синхронно, иногда идёт перевод на двух-трёх языках сразу. Так что не бойтесь, если это по-английски, напишите мне, что мне нужен перевод, допустим, по-русски, или мне нужен перевод на иврит, или перевод на испанский, на итальянский. Есть переводчики, которые будут включаться, и вы сможете включиться по телефону на перевод, если даже это идёт по-английски. Потому что в основном я веду классы по-английски, так как энергетика по-английски очень сильная. Эти вебинары, это всё было создано по-английски. Герри Даглас и Дэйн Херр делали это всё по-английски. Поэтому очень часто некоторые вещи тяжело перевести или не переводят. Так что не бойтесь английского, оно всё равно почистит. И я надеюсь увидеть вас на ближайшем будущем. В ближайшем будущем, может быть, вживую. Не только по интернету. Всего доброго, до свидания. Всего хорошего, всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok